приветствую всех зрителей моего канала моих видео сегодня хотел бы поговорить немножко про свою теплицу теплица строилась изначально для винограда она получилась вот такая вот красивая очень надежная добротная ну немножко дороже получилось чем стандартная дуговая например вот такого плана дуговая теплица для выращивания винограда совсем не годится там мало места там очень все неудобно такая вот она стоит у меня ее размер по периметру 3 на 6 стены высотой 2 метра скат крыши тоже высотой 2 метра так она выглядит мне снаружи сейчас пойдем внутрь посмотрим что там какая конструкция изнутри вот так выглядит моя теплица изнутри то все сделано очень добротно очень качественно нет хороший толстый металл конструкция сварная все делалось так чтобы было все четко надежно и удобно и долговечно сами винограды планируется выращивать только вдоль вдоль стенок потом они плана загибаются пойдут вверх вдоль крыши общая длина побега планируется до 4 метров я думаю что этого более чем достаточно для любого винограда вот по центру я уже не стал жадничать по центру мне всякие разные будут расти огурчики помидорчики винограды только по краям так будет более на мой взгляд более рационально сама конструкция теплицы вертикальной стойки я приваривал через метр стойки на крыше приварены через 66 сантиметров поперечные стяжки есть коньковая там палка заложена мне теплица такая очень теплая очень удобная для единственное что в планах на этот год я хочу размер теплицы увеличить еще на три метра в длину сейчас это 6 на 3 получится 6 9 3 на 9 на сегодняшний день у меня здесь сидит 6 кустов винограда с краев по одному и по центру и получится 8 кустиков на 9 метров длины теплицы изначально когда все это задумывалось конечно как любой рациональный человек была задумка все сделать это сэкономить ну сэкономить не получилось правило добротное качественно не бывает дешевым теплица получилось здесь дороже раза в полтора чем стандартная дуговая но меня это не смущает я получил то что я хотел великолепно замечательно удобная теплица качественная надежно она простоит много лет и будет служить мне верой и правдой все весь металл очень тщательно обработан покрашен несколько слоев очень качественной краски конструкция сварна как я уже говорил натянуты проволоки по краям туда будет подвязываться вуза еще в этой теплице есть один большой наден на сегодняшний день есть большой один недостаток это проветривание так как и дача на даче присутствовать каждый день мы не можем приезжаем сюда как правило только на выходные есть остро стоит вопрос вентиляции закрывать теплицу слишком плохо и полностью закупоривать теплицу когда у нас здесь нет плохо все здесь может просто сгореть от температуры даже сейчас в это время теперь температура при полностью открытой форточки и полностью открытой двери 30 градусов далеко за 30 градусов при том что на улице там градусов 12-13 поэтому в планах на этот год у меня еще стоит сделать термопривод для форточек такие конструкции ним их можно делать самому можно купить готовы они довольно доступны и везде есть в этом году я планирую установить термопривод на форточки на двери чтобы в наше отсутствие все это дело сама открывалась по утрам и закрывалась вечером когда температура спадает я думаю что это будет довольно эффективно для наших растущих растений вот как-то так вот такая у меня тепличка получилось если кому-то будет интересно возможно кому-то будет интересно мой опыт всем пока до следующего видео